Луна летает вокруг Земли и не падает. После моего рассказа вам станут понятны и правдоподобные мифы и легенды древности. Оказывается, это достоверно записанные истории. Вы поймете, почему произошел всемирный потоп, почему Ною было 500 лет, когда он начал строить свой ковчег, кто такие боги и когда они правили на Земле. Откуда взялись пирамиды и для чего они были построены? Я расскажу вам подробно принцип их действия. Большая часть из того, что я вам поведаю, будет звучать впервые. Это мои личные умозаключения. Отчасть это выводы из правильных книг и повествований, а не тех, которые пытаются нам навязывать распиаренные источники массовой информации. Но их тоже можно понять. Идет информационная война между великими державами за превосходство в мире. А это за вуалированная дезинформация. Например, как теория большого взрыва, искривление пространства и время, максимальной скорости света и так далее. Но может быть и другой вариант. Может действительно люди еще не дошли до понимания процессов, происходящих вокруг нас. А может быть им это просто и не надо. Но меня интересует то меньшинство, которое до сих пор меня еще терпеливо слушает и не переключилось на другой канал. Поздравляю вас! Вы выиграли джекпот. И теперь можете забрать свой выигрыш в качестве знаний. Итак, приступим. Однажды, проводя эксперименты с трансформатором Тесла, я случайно заметил, что он дает такое поле. Когда на однослойную катушку индуктивности подать сигнал возбуждения в центр. Иными словами, в центре нашей Земли работает реактор. Такой же, как на Солнце, только маленький. Выглядит он, как квазар или как центр галактики. Все эти явления в природе абсолютно одинаковы, только имеют разный масштаб и мощность. Обратите внимание, у квазара есть два луча, бьющие вверх и вниз. Это поток энергии, путь наименьшего сопротивления для частиц. В нашем случае, этот поток соединяет северные и южные полюса внутри Земли. Наша Земля это проводник. А вдоль оси Земли идет поток энергии, который подпитывается реактором из центра планеты. В предыдущих видео я рассказывал, что энергия в природе никогда не распространяется прямолинейно. Так и здесь. Она идет по спирали вдоль оси планеты. А это и есть катушка индуктивности с искровым разрядом возле центра. Образовывается так называемая стоячая волна, частота которой будет зависеть от диаметра Земли между полюсами. Если по прямой, то это 12714 километров. Это длина волны. Значит частота 23,6 герца. Но это по прямой. Не забывайте, у нас спираль. Значит длина волны будет несколько раз больше, а частота ниже. А вы знаете про такие волны Шумана? 8, 14, 20 герц. Волны в ионосфере, за которыми наблюдают множество метеостанций. Так вот это и есть колебания самой Земли, которые передаются ионосфере. В следующих видео я подробно расскажу о магнитном поле Земли. Мало того, я покажу вам действующую модель нашей планеты. Итак, из всего сказанного следует, что в центре нашей Земли работает реактор. А ось Земли – это катушка индуктивности, которая создает поле в виде сдвоенной восьмерки. Точно такие же процессы происходят и на Солнце. Там точно такое же поле в виде восьмерки, только мощнее. Именно поэтому все наши планеты расположены примерно в одной плоскости – плоскости эклиптики. В этой плоскости планеты могут ближе всего подойти к Солнцу, увлекаемое его притяжением. Притяжение – это только одна из сил уравновешивающих движения планет. Есть и другая сила – отталкивание. Но о ней через пару минут. Возникает вопрос. Если внутри нашей Земли бушует ураган энергии, можем ли мы взять эту часть энергии для своих нужд? Можем элементарно. Самый простой и самый мощный способ получения энергии – это продлить проводник в центре Земли на одну четверть волны. Иными словами, надо воткнуть провод в Землю на северном магнитном полюсе длиною одну четверть волны – это примерно 9500 километров. Цифра большая, но достижимая. Кстати, проводником может служить не только медь. Николай Тесла показал, что разряженный воздух на определенных частотах проводит электричество не хуже меди. Так что задача вполне выполнимая. И на концах этого проводника мы получим даже не миллионы вольт. Миллиарды. Столько энергии, сколько человечество не потратило за всю свою историю. Но перед тем, как что-то сделать, надо задуматься о последствиях. А результат этого будет один – человечество погибнет. Изменится магнитное поле Земли, которое защищает нас от солнечной радиации. Луна сойдет со своей орбиты. Да и с этим потоком энергии тяжело будет совладать. Но есть и другие, более безопасные способы брать эту энергию в разумных количествах. Мало того, эти устройства уже построены на Земле. А некоторые работают до сих пор. Вспомните пирамиды. Я вам сейчас расскажу, как они устроены и принцип их работы. Возвращаемся опять к магнитному полю Земли в форме бабочки. Все пирамиды расположены в северном полушарии. Как раз в тех местах, где наблюдаются проги в Земле. То есть там, где магнитные линии входят в Землю. Так вот, пирамида концентрирует этот поток в одной точке, направленной сверху вниз, а не снизу вверх, как считалось ранее. Но это еще не все. Мощность – это ток, умноженный на напряжение. Так вот, магнитные линии – это только составляющие напряжения. А токовая составляющая идет по поверхности Земли. По меридианам – севера на юг. Наглядно посмотреть, как это происходит, вы можете в моем другом видео, которое называется «Энергия в древних амфорах». Размеры значения не имеют. Законы в природе все одинаковые. Именно поэтому пирамиды ориентированы строго на север, чтобы поймать тот поток частиц, который движется по поверхности Земли. Также для этого потока пирамида должна иметь массивное основание, фундамент, который может быть еще больше, чем сама пирамида. Так, великая пирамида в Гизе построена на скале. Это можно заметить по первым рядам, которые не надстроены, а подрезаны под форму пирамиды. В этой же скале изготовлена камера ниже уровня Земли, которая является резонатором поверхностных токов. С токовой составляющей мы разобрались, теперь давайте вернемся к магнитным полям. Оказывается, с ними все гораздо сложнее. Оказывается, что магнитное поле направлено не четко с севера на юг, а имеет серьезное отклонение. Если взять магнитный компас и компас в смартфоне, который ориентируется на север при помощи искусственных спутников, то показания будут сильно отличаться. На широте Москвы это отличие будет около 5 градусов, на широте Питера около 10 градусов, а еще севернее 20 градусов и более. Для того, чтобы путешественники не сбились с пути, была выпущена так называемая карта магнитных склонений. На этой карте мы видим отдельные участки, где магнитные вариации отсутствуют. То есть в этих местах компас будет четко направлен на север. Именно в этих местах и только там могут работать пирамиды. А это Мексика, цивилизация Майя, Египет, египетская цивилизация и обширная территория Китая. Пирамиды в Мексике направлены на старый северный полюс, который был еще до потопа. Сейчас они работать не будут. Пирамиды в Египте строились уже после потопа. Они направлены правильно, но разбиты внутренние гранитные волноводы, коридоры, по которым должен идти поток энергии. Да и линии магнитных склонений слегка ушли в сторону. Эти линии находятся в постоянном движении, но вблизи одних и тех же мест. Если восстановить повреждения, работать может, но не на полную мощность. О китайских пирамидах очень мало информации, но они могут быть еще больше египетских. Энергия, которую они вырабатывают, самая экологически чистая. Она безопасна для человека, так как наш организм приспособлен к естественным колебаниям Земли на таких низких частотах. Это и есть естественный фон. Я лишь поверхностно пробежал по устройству пирамид, а вообще это обширная тема. Надо делать отдельную серию, может даже не одну. Наши познания в волновых процессах и микроэлектроники уже достигли того уровня, что применен в пирамидах, только в очень больших масштабах, на сверхнизких частотах. Но мы немного отвлеклись. Идем дальше. Мы уже поняли, что в центре каждой планеты работает реактор. А что же для него является топливом? Орбита нашей планеты – это магнитная линия Солнца. Каждая линия отстоит от предыдущей примерно в 1,7 раза. А что же такое магнитная линия? Это тоже поток частиц. Сейчас их называют нейтрино. Раньше называли эфир. Это те мельчайшие частицы, из которых состоят атомы и молекулы. Весь физический мир. И вот Земля летит в этом облаке нейтрино, частиц, которые сплошным потоком устремляются к центру Земли, удерживая ее в пределах этой магнитной линии. Чем ближе к Земле, тем плотность потока больше. Тем больше этот поток приталкивает все предметы, находящиеся на поверхности Земли. Это и есть гравитация. Упрощенная, конечно. Если есть реакторы топлива, то что же он производит? А производит он все. Все, что есть на нашей планете, вся таблица Менделеева синтезируется в этом реакторе. Проще всего синтезировать водород. У него один протон и один электрон. Затем гелий. Водорода на нашей планете больше всего. Но не в чистом виде, а в различных соединениях, в том числе и вода. Это два атома водорода и один кислород. То есть вода образовалась в недрах нашей планеты и сейчас производится. А не занесена была коментами в таких огромных количествах. Мало того, нефть и газ и даже каменный уголь все это производится в недрах Земли и не за миллионы лет, а гораздо быстрее. И это вовсе не иссякаемые источники. Нефтяные скважины пополняются постоянно. Об этом говорит тот факт, что когда скважину выработали, запечатали, через какое-то время скрывают и оттуда опять идет нефть. Так в окрестностях Грозного скважину распечатывали трижды. Я подробно не буду описывать все процессы, а рекомендую прослушать лекции Андрея Склярова, канал-лаборатория альтернативной истории. И прочитать книгу «Неизвестный водород» авторов Тен и Дегонский, где даны все химические реакции превращения метана в нефть и даже каменный уголь. В залежах каменного угля иногда находятся современные предметы, например, молоток или колесо. Это не означает, что люди жили миллионы лет назад. Это означает, что метан прорвался к холодной поверхности и сконденсировался в каменный уголь где-нибудь в старой заброшенной шахте. Да, кстати, вы слышали про взрывы метана в шахтах? Это очень распространенное явление. А откуда он там взялся? Вы не задумывались? В палеонтологии и других науках о Земле каменно-угольный период взят за основу, за точку отсчета. Теперь представляете, какие у них будут результаты исследований? А бывает такое, когда угольный пласт залегает выше осадочных пород. Итак, в процессе синтеза образовываются различные вещества и энергия, в том числе и тепловая. Вы знаете, что солнечный свет влияет на нашу Землю на глубину всего лишь несколько метров. На глубине 10 метров температура всегда постоянная, а глубже она начинает расти. Каждые 100 метров глубины температура повышается на 3 градуса Цельсия. На глубине 900 метров она составляет 35-40 градусов. И это не из-за Солнца. А более далекие планеты Солнечной системы получают еще меньше энергии в видимом и тепловом спектре. Однако на некоторых спутниках планет имеется вода в жидком состоянии и постоянно извергаются вулканы. Это еще раз подтверждает, что внутри всех планет, а также их спутников, находится реактор. Идем дальше. Мы уже поняли, что при работе реактора производятся вещества. В следствии этого увеличивается масса Земли. И это происходит постоянно. Наша планета постоянно растет. И из-за этого образовываются разломы в коре. Наш шарик как будто бы надувается. Континенты расходятся в разные стороны. Да, некое столкновение континентальных плит есть, но это не так глобально, чтобы один континент уходил под другой. Мало того, континенты не двигаются. Они прижаты магнитным полем к своим постоянным местам. Обратите внимание, на северном полюсе континента нет, потому что магнитные линии выходят из него, расталкивая все на своем пути. А там, где они входят в земную кору, в основном и расположена вся суша. Особенно хорошо это заметно на южном полюсе, где все магнитные линии сходятся в одну точку. Там в самом центре расположена Антарктида. Такой же эффект, как шар, попавший в струю воды, не может вырваться в сторону. Скажу вам больше. Такой же эффект должен присутствовать и на других планетах. Зная магнитное поле, мы можем предположить расположение материков. Продолжаем. Это еще не все. Наоборот, все самое интересное еще впереди. Итак, мы поняли, что Земля постоянно растет. Это означает, что когда-то она была меньше. Насколько меньше? Ответ вас шокирует. Меньше на величину всех океанов. Ни для кого не секрет, что все материки складываются как пазл в один большой, который ученые называют Пангея. Но ведь с другой стороны они тоже соединяются. А подтверждение этому видно вот на этой карте возраста земной поверхности. Материки имеют возраст миллиарды лет, а дну океанов миллионы. А доказательства кроются в Антарктиде. Вот остались два древних перешейка, которые соединяют противоположные континенты. Это говорит о том, что когда-то они были одним целым. Наша Земля была когда-то размером с Меркурий, ближайшую планету к Солнцу, и на ней не было океана. Теперь опять возвращаемся к магнитному полю и силе притяжения планет. Я раньше говорил, что планеты притягиваются друг к другу и к Солнцу с помощью силы притяжения и гравитации, приталкивания потоком частик к центру планеты. Но они не падают друг на друга, потому что существует другая сила, противодействующая им. Форма шара это идеальная форма для накапливания заряда. Это конденсатор, емкость. Чем больше размер шара, тем больше заряд он может накопить. Вы спросите, откуда берется заряд? Ответ простой. Все из того же реактора в центре Земли. А мы знаем, что одноименные заряды отталкиваются. Все планеты, спутники и Солнце имеют одинаковый заряд. Они все отталкиваются друг от друга. Именно поэтому наши планеты и Солнце не сталкиваются друг с другом. Поэтому Луна не падает на Землю, а постепенно отдаляется от нас со скоростью 4 см в год. Растет заряд нашей планеты и Луны тоже. Поскольку там идет тот же самый процесс, только в меньшем масштабе. Смотрите, что получается. Поскольку Земля была меньшего диаметра, то и заряд у нее был меньше. Это значит, что она слабее отталкивалась от Солнца. Это значит, что она была ближе к Солнцу, то есть на орбите Меркурия. Значит, планеты перемещаются с орбиты на орбиту, но не плавно, а скачкообразно, потому что орбита это есть некое облако частиц, которые удерживают планеты в определенных рамках. Это повышенная плотность вещества, которая сплошным потоком льется к центру планеты. Эти облака повышенной плотности рамно удалены друг от друга, примерно в 1,7 раза каждая дальше, чем предыдущие. Но иногда случаются и катастрофы, перепрыгивания с орбиты на орбиту. Планета постоянно растет, ее заряд увеличивается, сила отталкивания от Солнца увеличивается, и планету уже не может удержать магнитное облако. И тогда она срывается с одной магнитной линии и перелетает на следующую. Этот процесс хорошо описан в Библии. Это был всемирный поток. Смотрите, что происходит. Когда Земля покидает прежнюю магнитную линию, это значит, что она покидает облако большой плотности частиц нейтрина, которые всегда плотным потоком двигались к центру Земли, приталкивая все предметы и вещества к центру. Теперь получается, что давление извне меньше, притяжение или приталкивание меньше, гравитация меньше, и та вода, которая находилась в глубинах Земли, начинает подниматься на поверхность. В Библии написано, что родники начали бить из-под земли. Эта вода испарялась и проливалась ливнями, которые не останавливались. Вода покрыла самые высокие вершины гор, а это более 7 километров. Откуда столько воды, спросите вы? А вы знаете, что вода доходит до глубины 70 километров, так называемый слой моха? На этой глубине она не кипит, потому что с повышением температуры, с глубиной еще повышается и давление. И при таком высоком давлении и температуре наблюдается баланс, и вода еще не кипит. А вот когда давление резко понизилось при перелете с орбиты на орбиту, она вскипела и начала подниматься к поверхности. Есть еще один факт, подтверждающий перелет с орбиты на орбиту. В Библии написано, что когда Ной начал строить свой ковчег, ему было 500 лет, и он имел трех сыновей. Что такое год? Это один оборот вокруг Солнца. Если Земля была на более низкой орбите, то и вокруг Солнца она вращалась быстрее. То есть за одно и то же время на орбите Венеры Земля сделает больше оборотов вокруг Солнца, чем на нашей теперешней орбите. Следовательно, больше лет. В Библии написано, что после всемирного потопа человечество перестало жить так долго. Правда, цифра в 500 лет слегка завышена. Можно очень точно посчитать, насколько быстрее двигалась бы Земля на другой орбите. Благо, законы движения небесных тел по орбитам уже изучены. Осталось изучить переходы между орбитами. Мы уже выяснили, что планеты перескакивают с орбиты на орбиту и при этом растут. Но откуда они вообще там появляются? Ответ очевиден. Из Солнца. Периодически в момент солнечной активности, когда Солнце попадает в область пониженной плотности нейтрина, которая исходит уже из центра галактики, происходит мощный выброс энергии, который достигает первой орбиты. Достигнув этой магнитной линии, он формируется в шар, поскольку со всех сторон на него давит поток нейтрина, элементарных частиц, направленных в центру этого формирования. Образовывается, так сказать, мыльный пузырь, уже имеющий поверхностный заряд того же знака, что и Солнца, так как раньше они были одним целым. Затем поверхность с этого выброса постепенно остывает, превращаясь в твердую структуру, а в центре продолжает работать эта частичка Солнца, подпитываемая веществом, из которого состоит магнитная линия. Мы уже выяснили, что затем планета растет, накапливая заряд и перескакивает на следующую орбиту. Затем опять на следующую и опять. Но есть одно но. Плотность потока в магнитных линиях не одинаковая. Мало того, что между линиями плотность меньше, так еще и чем дальше от Солнца, тем его энергия слабее. И что получается? Планета, которая ближе к Солнцу, быстрее накопила свой заряд и перескочила на следующую орбиту. А та планета, которая дальше, еще не успела сделать то же самое, но она уже гораздо больше, чем предыдущая, так как ей больше лет. Получается, что молодая планета сталкивается с мощным гравитационным полем более старой планеты. Это гравитационное поле начинает раскачивать планету, постепенно превращая ее круговую орбиту в эллиптическую. С каждым проходом возле крупной планеты молодая получает гравитационный удар все сильнее и сильнее. И, наконец, приходит тот момент, когда молодая планета не выдерживает и разрывается. Эта участь постигла Паэтон, дорогу которому преградил Юпитер. То же произойдет и с Марсом. Это погибающая планета. Не надо тратить сил на его восстановление. И таких планет было множество. Количество можно вычислить, сопоставив размеры Юпитера и внутренних планет. Так образовался пояс астероидов между Марсом и Юпитером. А осколки планет полетели дальше вдоль плоскости эклиптики. Некоторые из них были захвачены планетами и превратились в спутники. Их легко можно отличить по вытянутым эллиптическим орбитам. А вот спутники с круговыми орбитами, такими как Луна, это совершенно другое. Оказывается, тот реактор, который находится внутри Земли, тоже растет. Мало того, он делится на несколько частей, которые ходят одна вокруг другой. Поэтому магнитное поле неоднородное. Некоторые части отходят достаточно далеко от центра планеты. Так, в районе Индийского океана прогиб поверхности воды составляет 290 метров. Это значит, что в этом месте идет более плотный поток нейтрина к центру Земли. Значит, одна из частей реактора находится ближе к поверхности. Этот плотный поток нейтрина удерживает реактор в глубине, но когда планета перелетает с орбиты на орбиту, удерживающий поток становится гораздо слабее, и часть реактора вырывается наружу. В прямом смысле слова. Потому что реакторы имеют заряд одинаковый по знаку, следовательно, отталкиваются. Луна вылетела из Земли, точно так же, как планеты вылетают из Солнца, точно так же, как звезды вылетают из центра галактики. Все законы одинаковы. Если мы посмотрим на планеты и спутники нашей Солнечной системы, то мы увидим некую закономерность. У Меркурия и у Венеры спутников нет вообще. Их ядра еще не достигли критической массы, чтобы разделиться. У Земли один спутник, у Марса их уже два. Пояс астероидов это тоже орбита, и та планета, которая прошла ее, должна была иметь три спутника. Далее идет Юпитер. У него много спутников, но среди обломков выделяются Галилеевы спутники, а их четыре. Затем Сатурн. У него спутников еще больше, но самых больших пять, кстати, как и у Урана. Нептун это самая далекая планета, спутники которой в основном неправильной формы. Я думаю, что она уже начала распадаться, постепенно превращаясь в астероиды пояса Койпера. Все совпадает, как бы это безумно не звучало. Если бы мне еще два года назад кто-нибудь сказал, что Луна вылетела из Земли, я бы покрутил пальцем моего виска и пошел бы дальше. Я удивляюсь вам, как у вас хватило терпения досмотреть до этого момента. За это вас надо наградить. Слушаем дальше. Смотрите, что теперь получается. Земля была раньше, на орбите Венеры. Возникает вопрос, а кто был тогда на нашей орбите? Ответ очень прост. Это Марс. Планета Марс была в зоне комфортного проживания, там, где вода находится в трех агрегатных состояниях и на ней тогда бушевала жизнь. Скажу больше. Эта марсианская цивилизация подсказала мною строить ковчег, потому что она знала, что произойдет с их планетой. Эта та же цивилизация прибыла на Землю и правила Египтом много тысяч лет. Другая часть организовала свое поселение и назвала его Атлантида, а третья группа поселилась в районе современного Китая. Возможно, была и четвертая, в районе Южного полюса, поскольку пирамиды там тоже могут работать. И пятая, в районе Южной Америки. Теперь вы поняли, о чьей технологии в области энергетики я вам рассказал. Можете назвать ее инопланетной, марсианской, но это будет не совсем правильно. Не забывайте, там был еще и фаэтон, который был на нашей орбите, когда мы были на месте Меркурия. Когда у нас только появились первые моря и зародилась жизнь. Догадываетесь, кто бросил первое зерно жизни? Да, кстати, динозавры и все остальные животные были огромными не потому, что было много еды, а потому, что земля была меньшего размера и сила гравитации была меньше. Поэтому мышцы и кости могли выдержать больше вес. Сейчас гиганты остались только в воде, для гравитации не действуют. Немного обидно ощущать себя чьим-то генетическим экспериментом, быть созданным для прислуживания высшей расе, но теперь может все измениться в обратную сторону. Теперь самое время нам становиться богами. Теперь самое время осваивать Меркурий и Венеру, засевать семена жизни, как это делали предыдущие цивилизации. Потому что, если мы это не сделаем, человечество погибнет. Давайте не допустим, чтобы знания, накопленные цивилизациями, как минимум трех планет бесследно исчезли. Я думаю, нам хватит ума, чтобы объединить все свои силы и направить их в единственно правильное русло, имя которому жизнь. Я рад, что у вас хватило терпение дослушать мой монолог до конца. В нем десяток открытий, лучше, конечно, назвать их скромнее, выводы, которые я не мог бы сделать без вашей поддержки. Особенно хочу отметить Романа Корноухова и Руслана Кулабухова, которые дали мне первый толчок задуматься. Затем я много узнал из лекций Андрея Склярова «Лаборатория альтернативной истории», который подтвердил мои предположения. А потом я свяжил свои знания вместе с Евгением в канал «Просто о сложном». Вот первый результат работы сообща, который надо днести людям. Копирование приветствуется. Вы можете разместить это видео на своих интернет-ресурсах без нарушения авторских прав. Главное, чтобы как можно больше людей узнало о экологически чистых источниках энергии и о будущем нашей планеты, чтобы каждый из нас задумался, туда ли мы движемся и что надо менять. И вновь здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня, ни много ни мало, я покажу вам Атлантиду. Древнее государство, затонувшее, которое сейчас очень хорошо видно даже на картах Google Map. Официальные источники никогда не подтвердят существование Атлантиды, точно так же, как и назначение пирамид. Дело в том, что это переписывает всю нашу историю. А народ, не знающий своей истории, обречен на угнетение. Им так проще манипулировать. Именно поэтому победители всегда переписывают историю под себя. Мы забыли, кто мы есть на самом деле. Настоящие цели и задачи человечества были подменены другими ценностями, которые, как таковыми, не являются. Выводы делайте сами. Итак, исследователи всего мира задают вопрос, существовала ли Атлантида, и если да, то где она находилась? Чтобы на него ответить, надо подключить технические знания. Все очень просто. Если древние цивилизации всего мира на трех континентах получали энергию с помощью пирамид, то это значит, что и цивилизация Атлантов должна была пользоваться точно такой же технологией, хотя бы изначально. В предыдущих сериях, которые называются «Принцип действия египетских пирамид», я показал, что максимальная мощность достигается только на 30-й параллели. И вот там Атлантиду надо искать. Плюс к тому, это будет в Атлантическом океане, потому что Платон сказал, что океан был назван в честь правителя Атланта. Перед тем, как показать Атлантиду, я хочу, чтобы вы увидели, как ее видят художники, те, которые проработали уже очень много материала и на основании этого написали свои картины. Вот на первом попавшемся изображении мы видим центральный остров, который возвышается над всем остальным. вокруг него горная гряда, который защищает от океана это побережье. Посмотрим еще давайте. Ну вот, примерно такая же картина. Центральный остров, защищенный со всех сторон. Вот красивое изображение. Центральный остров, гора. Вокруг него другая какая-то горная гряда. Все это защищает его от океана. Какая-то бухта даже есть, специально сделана для кораблей. Интересная, красивая картинка. Давайте вначале заглянем в Википедию, что же здесь написано. По словам Платона, остров находится на западе от Геркулесовых столбов. Это Гибралтарский пролив напротив гор Атланта. Горы Атланта это скорее всего атласские горы. Вот они начинаются от Марокко. Кстати, вот запомните вот этот вот вот это искривление материка там, где начинаются атласские горы. Мы еще к ним вернемся. Давайте теперь перейдем на Google Map. Вот Гибралтарский пролив. Вот, кстати, горы. Вот это искривление. Ну, Платон сказал, что находится за Гибралтаром. Ну и давайте посмотрим, что мы тут увидим. Видим мы вот интересное такое подводное скопление островов. Смотрите, очень похоже. Один центральный остров. Обратите внимание, у него плоская вершина. Это значит, что он когда-то был над водой. Окружен какой-то горной грядой. Двумя половинками этой горной гряды. По центру мы видим даже следы катастрофы. Мало того, вот здесь мы видим какую-то бухту для кораблей. Обратите внимание, прямой угол. В природе прямой угол очень редко когда встречается. Смотрим дальше. Чуть южнее находится остров. Подводный остров тоже. Он сейчас находится под водой. Этот остров плоский. остров. А давайте посмотрим координаты его. 29,95 30 градусов. Этот остров находится на 30 градусной широте. Это идеальное место для постройки пирамид. Мало того, вот уже пирамиды изготовлены. Вот две пирамиды. Смотрите тоже усеченный верх. Это значит, что она была над водой. Возможно, что вот на этой площадке можно было строить еще пирамиду, которая продолжала бы ее. Это могла быть какая-то модернизированная. Она немножко повернута, не четко с севера на юг, но это вполне может быть естественное природное образование, которое потом просто продлили и подкорректировали. Верхушка этой горы 29,6. Это примерно та же широта, на которой в Египте находятся первые, самые старые пирамиды. Идеальное место. Лучше не бывает. Вот этот энергетический комплекс, он находится в стороне от основного места, где проживают люди. И это примерно 260 километров. Напомню, что в Египте пирамиды расположены на расстоянии от 200 до 400 километров от потребителя. Давайте посмотрим, где же все-таки они располагаются. И это получается как раз напротив Атласских гор и четко за Гибралтарским проливом. Все сходится очень даже. И плюс к тому же 30 градусов это опять-таки со стратегической точки зрения идеальное место для поселения. Проект Город Света передан нашими предками во времена очередной цикличности планеты. Это не просто строительство стен, это подготовка людей к объединению и эвакуации Земли на иную планету. Цикличность планеты повторяется. В Атлантиде, Гипербореи, во времена Шумеров также был передан план города и план корабля. Во времена смены орбит планеты погибли те, кто проигнорировал руку помощи наших предков и продолжал разделять. Те, кто объединились, поднялись, переместились, живы до сих пор. Они стали крепкими цивилизациями. Человечество не является цивилизацией, оно разрознено, разделено странами и правлениями дуального характера. Только те, кто объединятся, заместят сознание, покажут опыт действия, как сверхлюди на волне настоящей любви поднимутся, переместятся на другую планету и будут объявлены цивилизацией. Неважно, какой у тебя статус, должность, финансовое положение, план един для всех. окей, евро, статус, поднимемся, откуда статус, как Продолжение следует... 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 Продолжение следует...